Здравствуйте, представили. Честно говоря, спасибо, Артем, за приглашение и за возможность выступить. Когда я думал, о чем рассказать из области телемедицины, то как раз-таки вспомнил опыт моих предыдущих конференций, где везде рассказываются такие success stories, так сказать, как все хорошо. И возникает зачастую ложное такое ощущение, что на самом деле все так здорово. И потом едешь в регионы, едешь в организации и понимаешь, а почему тогда так все плохо. И решил все-таки изменить тоже свою идеологию, потому что я раньше рассказывал про наши успешные проекты, продукты и все остальное. Я бы хотел поговорить про проблемы и почему у нас зачастую не взлетает. Конечно же, на нашем опыте создания телемедицинских систем, как регионального уровня, так и уровня лечебных учреждений. И знаете, прежде всего, с чем мы зачастую начали сталкиваться, это с вопросами «зачем?». То есть с техникой за 4 года все разобрались. Есть уже платформы, есть интегрируемые решения, можно уже собирать данные. Не будем говорить о проблемах с точки зрения законодательства. Я сейчас больше про такие ментальные проблемы людей, с кем мы непосредственно при этом работаем. У кого-то в одних учреждениях это воспринимают как модное направление, в стиле «и мы в теме», потому что все говорят про телемедицину. Кто-то пытается использовать действительно как инструмент, причем, как правило, на среднем уровне и очень даже неплохо. Кто-то, скажем так, не понимает, кто этим должен заниматься. Потому что, честно говоря, с точки зрения ответственности за эту систему, кто-то за информационную систему должен нести ответственность всегда. И во многих учреждениях это по-разному. Где-то айтишники, где-то кто-то из врачей, где-то отдел поставки медтехники со своими нюансами. Но что мы поняли, что если нет понимания на самом верхнем уровне и поддержки, самое главное, то, как правило, это превращается в некий инструмент, с которым поиграются. И потом это, конечно, не сходит на нет, потому что Минздрав активно стимулирует к использованию. Но все-таки понимание, зачем и что это дает организации, есть не везде. К чему мы пришли? На самом деле мы пришли к тому, что начали объяснять уровнем людям уже первого уровня, а что мы под этим подразумеваем? Наш взгляд. Не то, что говорит Минздрав, не то, что написано в интернете. Мы пришли к собственному пониманию, что медицина будущего, умная, она состоит из двух частей. И причем, когда я увидел программу этой конференции, честно говоря, я обалдел, и меня очень порадовала именно структура. Вначале вы решили поговорить про цифровую трансформацию и вообще про идеологию, дальше искусственный интеллект, дальше телемедицина. Собственно говоря, это и есть два основных кубика того, что мы должны создавать. Это сетевая кооперация, взаимодействие, это про телемедицину, и интеллектуальная обработка данных, это про искусственный интеллект. С чего мы стали начинать свои телемцинские проекты? Прежде всего мы заходим и начинаем говорить про процессы, не про технику, именно про процессы. И в зависимости от зрелости организации, насколько они вообще понимают, зачем это надо, что нужно делать, выстраиваем свою работу. Фактически мы превратились из поставщиков каких-то технических решений локальных уже почти в консультантов. Я не очень хочу этим заниматься, но я вынужден, потому что если нет понимания, то дальше очень сложно будет работать. И вот честно скажу, почти ни в одном учреждении я не встретил четкой актуальной модели процессов и понимания всего руководства, чем на самом деле и как занимается учреждение. Поэтому мы вынуждены были, конечно же, на основе лучших практик, к сожалению, американских, сделать некую свою карту процессов, и с нее мы начинаем разговор. И как видно, к основным процессам относятся, начиная от научных исследований, лечебная деятельность, диагностическая реабилитация, ну и обучение как студентов, так и повышение квалификации медицинских работников. И везде в каждом из этих основных процессов используется телемедицина или может использоваться. То есть если показывать эту карту процессов, то возникает понимание, что телемедицина, в общем-то, это достаточно объемлющий инструмент, который можно использовать почти во всех основных процессах медицинской организации. Кстати, очень часто, когда смотрят эту карту, многие говорят, как это, мы вспомогательный процесс, мы же важные, мы же поставляем медтехнику, мы закупаем еще что-нибудь. Ребят, здесь не классификация важности. Если процесс второстепенный, он не менее важен для организации. Просто нужно четко делить, что же все-таки является основной деятельностью, а что нет. И поэтому мы всегда пытаемся расширить представление о том, что телемедицина – это фактически новый канал предоставления медуслуг, что фактически тот, кто не занимается его разбитием и применением, в скором времени рискует проиграть, так как интернет все больше и больше входит в каждые уголки нашей жизни. Проблемы. Ну, собственно говоря, как я и говорил, основные проблемы все-таки, как обычно у нас, с ответственностью. Кто же все-таки за это отвечает, кто является архитектором этой системы, кто определяет требования функциональные, технические, зачем все это. Это первая наша самая большая головная боль, чтобы найти все-таки адекватного человека, кто будет за это отвечать. И зачастую, как правило, это не совпадает тот, кто по документам за это отвечает, и тот, кто на самом деле. Второе, конечно же, статус системы. Где-то он достаточно высок. То есть зачастую, если руководитель организации интересуется новыми технологиями и так немножечко заражен, то диалог идет легче. Он понимает нужность. Вот вторая часть, что происходит после процессов. Допустим, определились. Дальше мы начинаем разговаривать про IT-ландшафт. Это еще одна головная боль. Когда мы приходим и начинаем разговаривать про интеграцию телемедицинской системы с уже существующими, зачастую нам приходится самим собирать данные, что есть в учреждении и как оно между собой взаимодействует. Я здесь не показываю еще достаточно детальный отчет, где мы готовим вообще все интерфейсы взаимодействия всех систем. Я могу сказать, что в одной из организаций мы нашли 50 информационных систем, взаимодействий которых IT-директор вообще не представлял. То есть он нам был благодарен до конца жизни, потому что мы ему нарисовали вообще, что у него происходит. И как у него бегают данные. Некоторые вещи куда передаются и зачем передаются, вообще был большой вопрос. После этого аудита пять систем были просто выключены. Ну потому что они дублировали, они были не нужны. Так что это тоже важная часть. И здесь телемедицинская система сама по себе, она такая смежная. Она относится как и к фронт-энд части, то есть это фактически система общения с внешними, так сказать, заказчиками, пациентами, или другими медицинскими организациями, которые пользуются консультациями. И также это бэк-энд-система, которая взаимодействует с множеством внутренних медицинских информационных приложений. Мы тут написали много, все, которые могут быть системы. Можно еще больше расширить, но, как правило, этого достаточно для намецов. Ну и дальше мы переходим вообще, начинаем разговаривать про архитектуру самой телемедицинской системы и с чем она должна интегрироваться. Прежде всего, наш первый главный постулат, мы никогда не трогаем то, что работает, и не начинаем, вот если у заказчика стоит определенная мисс, либо ВКС, либо ПАКС, мы не пытаемся использовать внедрение телемедицинской системы, чтобы что-то поменять. Потому что мы сами знаем на своем опыте, как сложно людей, особенно врачей, приучить к другим интерфейсам, к другой логике. Не надо трогать, если оно работает. И поэтому, на самом деле, 60% работы после консалтинга – это идет в задачи интеграции, приложений между собой. Конечно же, после того, как есть процессы, конечно, после того, как мы понимаем все потоки данных, куда что идет, зачем, какие роли у людей есть, что им требуется для участия, для работы. Один из самых больших вопросов всегда возникает, это, конечно же, информационная безопасность. Вот почти каждый первый случай. Вот какие вопросы мы также уже потом начинаем задавать. Мы определили, что должен быть владелец однозначного системы. Дальше нужно определить все-таки соглашение об уровне обслуживания. Как это ни странно, мы здесь идем по классике IT-систем. Если есть система, она дает какой-то сервис, соответственно, должно быть какое-то определенное качество, причем гарантированное, например, для врачей. И здесь, например, в телемедицинских центрах иногда мы спрашиваем, у вас как, круглосуточная работа? Мы такие, ну да, конечно, хотя может и не так быть. На самом деле это там 5 на 8. Какой допустим перерыв? Ну то есть любая система, любое техническое решение, оно имеет свойство сбоить. Тут надо на берегу определиться, какие простои приемлемы, какие нет. Дальше, конечно же, то, что я говорил, правила доступа к информационной безопасности. Очень много, скажем так, удивлений, когда начинаешь вообще регламентировать роли и доступ к каким информационным системам им нужен. Очень порадовалось сегодня выступление эстонцев. Молодцы, наверное, поэтому они много так и сделали, потому что они не заморачиваются вопросами информационной безопасности. Честно говоря, идеальная песочница, но мы себе такого позволить не можем. Так, ну и, конечно же, правила копирования резервного, потому что пока это пилот или пока это некая там игрушка, это одно. Когда ты уже, скажем так, оказываешь консультации, причем юридически значимые, у тебя должна быть всегда возможность поднять архивы определенной глубины, чтобы восстановить процесс консультации. Ну, в случае даже некоторых юридических претензий мы об этом начинаем думать, хотя там многие коллеги из медиков не очень хотят об этом думать. Я имею в виду с технической точки зрения, как это реализовать. Правила мониторинга, ну и, конечно же, правила маршрутизации заявок, мы всегда пытаемся обращать внимание, как сопровождать потом эту систему, потому что половина дела – это внедрить систему. Вторая половина дела – это поддерживать ее работоспособность и расширять. Ну, собственно говоря, основные вещи я рассказал. Помогаем решать вопросы, в том числе и интеграции с федеральной телемицинской системой, потому что более-менее понимаем ее архитектуру и текущее состояние. Из примеров, ну вот из недавнего, которое хотелось отметить, на съезде Российского общества хирургов мы помогли в трансляции операций из Блохина и трансляции, по-моему, 20 тысяч хирургов по стране. То есть достаточно неплохой был проект, потому что, с одной стороны, это такой хороший масштаб, ну и систему, которую, наверное, все онкологи знают. Мы делали телемицинский сегмент в Герцена, в МИЦ-радиологии. Собственно говоря, он работоспособный, и на текущий момент нас система радует, мы пытаемся заниматься в том числе ее развитием. Готов ответить на ваши вопросы, постарался уложиться в обозначенное время. Спасибо. Спасибо.